В Серпуховской музыкальной школе номер 3 в прошлом году исполнилось 25 лет. За годы работы учебное заведение воспитало не одно поколение пианистов, виолончелистов, вокалистов и других музыкантов. В этом году школе было присвоено почетное звание лауреат конкурса 100 лучших организаций дополнительного образования детей России. Каких учеников воспитывают в школе с таким высоким статусом, интересовалась и моя коллега Инна Шейнина. Вячеслав Родюшкин лауреат различных музыкальных конкурсов, как российских, так и международных. Он занимается в третьей музыкальной школе уже 11 лет. С первого класса получал только пятерки. По мне, это самая лучшая музыкальная школа в Серпухове. И лучше даже, наверное, в регионе нет. Учителя тут очень хорошие. Они вкладывают всех себя в учеников. Причем в каждого ученика. Независимо. В будущем году Вячеслав собирается поступать в Тульский колледж искусств имени Доргомышского. Занимается много, при этом совсем не раздражая соседей. Я играю достаточно долго, но соседи так приходят, иногда даже слушают. Они совершенно не против. Владимир Энгель занимается музыкой седьмой год. Учится на «Отлично» в обеих школах. Сейчас его игра виртуозна, а начиналось все с детского нажатия клавиш на инструменте. Тогда мальчик жил не в Серпухове, но судьба привела его в стены музыкальной школы номер три. Нам в деревню отдали бесплатный, ну просто отдали пианино. И я в детстве подходил и на нем клавиши нажимал. И хотел научиться на нем играть. И мама сказала, что есть такие учреждения, где можно научиться. И повела меня в шесть лет туда заниматься. Сегодня в музыкальной школе номер три занимается 385 детей. Талант учеников раскрывают педагоги. Они становятся для ребят проводниками в мир музыки. Каждый ученик у нас занимается индивидуально. И надо каждому найти ключик, волшебный ключик, который откроет таланты. Педагог Владимир Семакин организовал в школе оркестр русских народных инструментов, который хорошо известен горожанам. Директор школы является автором Серпуховского гимна. Она работает в школе уже 31 год. В 2017 году стала лауреатом премии «Лучший директор». По самому опыту знаю, что учиться музыке одновременно и приятно, и сложно. Сложно – это потому, что постоянно упорный труд, это постоянная работа над собой. А приятно – это потому, что культура, духовное развитие. Естественно, в нашей школе есть и ученики, и преподаватели, которые являются примером. В школе регулярно проходят концерты и различные музыкальные мероприятия. В эти дни – юбилейный концерт к 150-летию композитора Самуила Майкапара. После того, как позанимаешься хотя бы, ну хоть немножко, хоть годик музыкой, уже совсем сменишься, станешь совсем другим. Музыкальная школа номер три по итогам работы в 2017 году вошла в 100 лучших организаций дополнительного образования детей России.